Очень важная выставка, очень интересная с точки зрения создания художественного образа, потому что выставка несет в себе как и сюжет, как и идеологию, так и художественный образ. Поэтому вот мы входим в этот зал, в зал старый, старинный зал, интерьер такой уже 19 века, и вдруг мы видим вот это соединение с цветами 20-х годов, с плакатами, со шрифтами, с какими-то образами, все это, ты сразу прокунаешься в атмосферу вот этого времени. Времени страшного, когда брат на брата, и эта выставка проходит в преддверии Дня народного единства, что очень важно и значимо, потому что, не дай бог, чтобы в нашей стране случилась еще такая же трагедия. Сейчас мы видим, что происходит на Украине, поэтому вот эта выставка, она и актуальна, и интересна. Здесь очень много замечательных плакатов тех лет, и созданных как в Красной Армии, или в России, в Советской России, так и в Белогвардейском движении. Поэтому, мне кажется, вот эта выставка, она нужна, она нужна и молодым людям особенно, потому что, видя, что происходило в те годы, как русские люди друг на друга пошли, и это все, конечно, очень-очень горестно, жалко, жутко, и наша страна, конечно, во время гражданской войны, это все трагедия для нашей страны. Поэтому я думаю, что выставка эта очень интересная, нужна, и дай бог, чтобы здесь было много зрителей, особенно молодежи. Это интересный такой подход, такая концепция выставки, ну даже в самом названии мы видим «Брат на брату», и то, что происходило, к сожалению, в нашей стране во время гражданской войны. Здесь даже мы видим плакаты, которые с разных сторон говорят об одном и том же, о погибших, о борьбе добра и зла. Вот мы видим, где Колчак, Колчака, Колчака не ругают, они рассказывают о зверствах армии Колчака, и в то же время белогвардейское издательство говорит о зверствах Красной Армии. И то же самое, то есть практически темы и образы сюжета повторяются, пока они повторяются с разных сторон, но самое обидное, что это все русские люди. Вот этого нельзя допустить. Я хотел бы поздравить музей, руководство музея с таким замечательным, интересным проектом, очень важным, нужным. И вот такие проекты, они максимально должны быть показаны не только в Москве, но и в Редаке. Потому что это все говорит о том, что историю нельзя забывать, историю надо помнить и говорить правду. Вот эта выставка именно, это и говорит, и рассказывает людям того, что не должно быть.